Одно из основных видов преступлений, которые набирают силу и превращаются в настоящую эпидемию на территории Славянского района – это интернет-мошенничество. Оградить от преступников в первую очередь способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников становятся все без исключения – и бизнесмены, и чиновники, и обычные граждане. С 2015 года, в декабре, мой муж попал в сложную ситуацию, связанную с нарушением закона. И пока он находился в депрессии, его познакомили с лжеполицейским, который предложил свои услуги, представился сотрудником наркоконтроля и запросил сумму в размере 220 тысяч рублей. Сказал, что поможет, найдет хорошего адвоката. Начал свои действия. Сумму мы передавали в три захода. Значит, он сказал, адвокат работает, все хорошо, все будет хорошо. И так мы передали полностью сумму, пока не свершился первый суд. Первый суд был, и мы поняли, что это мошенник. Схема этого обмана такова. Злоумышленник, представляясь сотрудником государственной службы, предлагает избежать уголовное наказание за определенную сумму денег. Конечно, в такой ситуации, когда родной человек в беде, очень сложно трезво и хладнокровно мыслить. К сожалению, таких случаев мошенничества в Славянском районе происходит все больше и больше. На удочку аферистов попадаются и через сеть интернет. Так молодой человек, житель Славянска-на-Кубани, разместил на сайте Авито объявление о продаже своего автомобиля. Позвонил мне человек, прислался со сотрудником полиции. Ну, прислался со сотрудником полиции, говорит, я могу купить машину, мне нужна машина в данный момент. Ну, приехал он ко мне вечером уже, говорю, посмотрю машину. Ну, приехал, он быстренько так посмотрел машину, сильно даже не сматривался. Ну, устроила его машина, все. Ну, что, пошли мы писать на кухню, пошли мы писать договор о купе-продаже. Потом мне говорит, что у меня сейчас в ходе денег нет, но я сотрудник полиции, я же тебя не обману. Ну и что же дальше? Я вроде сразу не соглашался, но он мне показал, говорит, нету резона тебя обманывать, потому что меня уволят, у меня зарплата хорошая. Ну я вот, думаю, показал мне удостоверение свое. Я вот так быстренько посмотрел, ну, похож был кто-то, он и он. После, как я узнал, оно было не настоящее. Ну написали мы договор купли-продажи, расписку он мне написал, что он меня берет деньги в долг, я обещал им в течение двух месяцев отдать мне их. Ну я вроде сразу не соглашался, потом я согласился, в конце концов. Так я ничего и не получил, и решил я пойти к сотрудникам полиции. Пошел к сотрудникам полиции, говорю, так-то, так-то, вот, показал ему расписку, договор купли-продажи, чтобы прислался он к сотрудникам полиции. Начали проверять, такого сотрудника вообще нету, у Краснодарского края даже нету. Ну что, потом мы начали выяснять, он, оказывается, он, ну, он же обманывал ни одного меня, уже были все-таки ситуации, я у него уже не первый. А вот еще один случай мошенничества через интернет-сайт бесплатных объявлений Авито. Увидела объявление, требуется менеджер по продажам с высокой заработной платой. Я заполнила анкету, и в дальнейшем мужчина откликнулся на эту анкету. Он сказал, что требуется от меня 20 тысяч рублей для того, чтобы, для каких-то личных документов и для санитарной книжки. Мы с ним договорились в такое-то время, в таком-то месте встретиться. Я приехала, отдала ему лично в руки 20 тысяч рублей, и он мне пообещал трудоустройство. На следующий день он мне отвечал ни на звонки, и не было мне никакого трудоустройства. Поверив мошеннику на слово, девушка в итоге осталась и без денег, и без работы. Тема интернет-мошенничеств уже не новая. И тем не менее, люди все еще попадаются на уловки аферистов. Ведь мошенники – хорошие психологи. Они умеют расположить к себе человека и заполучить от него определенную сумму денег. В ходе оперативных мероприятий мошенник был задержан. Им оказался безработный ранее судимый местный житель за аналогичные преступления судимой. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество. Жителям Славянского района надо быть, конечно же, очень предусмотрителями, когда им звонят, допустим, люди, представляются различными сотрудниками госслужбы, которые говорят, что их близкие родственники попали в беду. И от отвода уголовной ответственности, допустим, им предлагают перевести деньги на банковскую карту, на номера телефонов. Конечно же, такие моменты надо быть очень осторожным гражданам в отношении таких-либо звонков. Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными. Если вы стали жертвой либо свидетелем мошенничества, незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции по телефону 02. Пусть эти примеры станут для вас предупреждением. Осторожно, мошенник. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».